Энергия Удачи У всех, кто болеет за наших участников, в течение всего месяца в нашей студии было 9 ребят. Сегодня из 9 тройка лучших в нашей студии. Мы с Евгением, менеджером торгового дома «Энергия», безумно переживаем, потому что финальные игры – это всегда больше энергии, больше эмоций. И, конечно же, друзья, мы благодарим, что в это воскресенье вы вместе с нами. 23 января на календаре, и мы приветствуем вас на шоу «Энергия Удачи». Энергия Удачи на Рико ТВ Сегодня, в январе 2022 года, 23 именно января, один из наших участников, который уже находится в студии и готовый отвечать на вопросы финальной игры января 2022, получит вот этот диплом, а также денежный приз от торгового дома «Энергия». «Энергия», проспект Сан-Кибай-Батыра, 72. Мы приветствуем финалистов январских выпусков проекта «Энергия Удачи». О да, друзья, давайте еще раз представимся нашим зрителям и вспомним, как вы одержали победу в полуфинале. Здравствуйте. Здравствуйте, я Анель из 64-й школы, из 8-го Г-класса. Анелечка, помните, какой у вас был вопрос супер-игры? Вспоминайте, вспоминайте. Птиц, вместо перьев, чешуя. Так, это были пингвины, правильно? Вы ответили сразу, либо затруднялись? Затруднялась. Ну, вы это сделали, потому что вы в финале, и мы вам аплодируем! Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Камила, я учусь тоже в сетчетвертой школьной, в 10-м классе. Я тоже одержала победу, сразу ответила на вопрос, но я не помню, какой вопрос был. Но, тем не менее, зато вы запомнили, что вы полуфиналистка, и, возможно, станете финалисткой. Аплодисменты нашей второй участнице Камиле и наш третий участник еще раз представьтесь. Всем привет, меня зовут Иса Жан, я из 3-й школы, я 8-й Г-класс. Я одержал победу в полуфинале. Финальный вопрос был, какая самая длинная из меня в мире? Вы ответили с легкостью. Да. И это длинная змея? Анаконда. Я думаю, что сегодняшний наш эфир ни в коем случае не будет длинный, потому что за 20 минут мы узнаем, кто станет финалистом и получит деньги от торгового дома «Энергия» и эту награду. Лучший игрок, лучший участник январских выпусков проекта «Энергия. Удачи». Ну что ж, друзья, впереди 4 раунда. Правильно отвечаем, нажимаем на кнопку, получаем деньги. Набравши наибольшее количество, выйдет финал. Но, друзья, сегодня без подсказок, ну мы особо и не подсказываем, будет все справедливо и честно. Первый раунд финальной игры сегодня, 23 января 2022-го. Тема. Первый раунд. Родина моя, Казахстан. Все, что связано с нашей родиной, с Казахстаном. Вопросы. Мы начинаем. Какой праздник в Казахстане отмечается 22 сентября? Сентября. 22 сентября отмечается День языков. Назовите знаменитую дату, знаменательную дату, вернее, которую отмечает Казахстан 1 декабря. День независимости. Нет, не день, 1 декабря. День первого президента. Основной закон государства это... Что? Конституция. Верно. Как называют знатока многих языков? Полиплот. Верно. Птица, которая изображена на флаге? Орел. Верно. Священная книга у мусульман? Кудан. Верно. Как называется верхняя свободная часть юрты? Шанрак. Шанрак, верно. Государственные символы Республики Казахстан? Орел. Государственные символы? Гимн, флаг и гирь. Верно. Город-центр по изучению космоса? Байконыр. Верно. Первый летчик-космонавт Республики Казахстан? Аубакиров. Мифологические скакуны, которые изображены на гербе Казахстана? Что это? Тупан. Верно. Кто из казахских ученых учился в Омском кадетском корпусе? Это улица, где мы сейчас находимся, наш телеканал, где проходят съемки проекта «Энергия». Ломоносов. Нет. Шокан Волиханов. Ну что ж, друзья, первый раунд финала. Аплодисменты друг другу. Итоги первого раунда. Внимание. Итак, по итогам первого раунда Анель зарабатывает 2000 тенге. Камила зарабатывает 1500. И Исажан 500 тенге. Друзья, мы вас поздравляем и переходим ко второму финальному раунду январьских игр. Внимание. Тема второго раунда «Природа». Итак, первый вопрос. Он может ударить и среди ясного неба. Верно. Естественный водоем это? Река. Нет. Озеро. Озеро, да. Маленькая речка. Руд. Ручеек. Нет, ручеек. Большая куча снега. Сугроб. Верно. Зеленый островок пустыни. Поле. Оазис. Верно. Во что превращается вода при кипении? В пад. Верно. Водный поток. В течение. Река. Между ночью и днем. Что? Между ночью и днем. Утро. Восход солнца называется? Рассвет. Верно. Первая была у нас Камила. Ледяные кристаллики на почве и траве при весенне-летних заморозках. Роса. И неверно. Сильная вьюга это? Утель. Пурга. Весной и летом эти льдинки, падающие с неба, могут погубить урожай. Сулькират. Град. Первый снежок тонким слоем называется? Пороша. Эти осадки не падают с неба, образуются на земле и траве как конденсант. Роса. Роса. Первый был у нас Исажан и Камиле засчитываем, потому что они одинаково в одно время ответили. Подводим итоги второго раунда, друзья. Тема природы. Вопросы исчерпаны. Внимание. Итоги второго раунда. Анель и Исажан зарабатывают по 2000 тенге. И Камила зарабатывает 1000 тенге. Ну что ж, друзья, аплодисменты. Мы переходим к третьему раунду. Обстановка накаляется. Тема третьего раунда. Математика. Друзья, как обстоят дела с математикой? Давайте вспомним. Более-менее. Более-менее. Так, первый вопрос третьего раунда. Что это половина восьми, шесть без головы, девять без ног? Ноль. Верно. Один процент от 1000 тенге? Один тенге. Десять тенге. Единица измерения скорости на море называется? Узел. Чему равен один пуд? Сто килограмм. Нет. Один пуд равен шестнадцати килограмм. Назовите наибольшее целое трехзначное число. Десять тенге. Верно. Без чего не могут обойтись математик, барабанщик и даже охотник? Дроби. Правильно. Громче. Без дроби. Без дроби. Что найдем, если площадь прямоугольника разделим на его ширину? Мы найдем? Длину. Верно. Сколько орехов в пустом стакане? Ноль. Ноль. Камила была первой. Сколько прямых можно провести через две точки? Одну. Верно. Чему равен периметр квадрата со стороной 3 сантиметра? Девять. Нет. Шесть. Нет. Двенадцать. Верно, двенадцать. Какое число самое большое? Нет. Такого числа нет, действительно. Я тире в грамматике, а кто я в математике? Минус. Минус, верно. Меньше в десять раз, чем метр, всем известно. Сантиметр. Двадциметр. Дециметр, верно. Как найти площадь прямоугольника? Разделить длину на ширину. Нет. Сплюсовать длину и ширину и умножить на два. Нет. Нет. Нужно длину умножить на ширину. Четыре года назад Саше было восемь лет. Сколько лет Саша будет через пять лет? Девять. Семнадцать. Верно. Когда можно сказать, что один – это тысяча? Килограмм. В одном килограмме? Тысяча грамм. Так. Либо в одной тонне? Тысяча. Тысяча килограмм. Верно. У семерых братьев по одной сестре. Сколько всего детей? Восемь. Верно. У квадрата четыре угла. Сколько углов останется, если отрезать один из них? Три. Пять. Нет, не три. Пять. Верно. Ну что ж, друзья, подводим. В финале можно. Подводим итоги третьего раунда. Я за вас даже переживаю. Не знаю, что происходит, но за каждого из вас переживаю. Потому что этот диплом и денежный приз получит только один из вас. Диплом лучшего участника январских игр. Но впереди еще четвертый раунд. А пока итоги третьего. Итоги третьего раунда. Анель зарабатывает четыре тысячи. Камила получает три тысячи. И Сажан зарабатывает пятьсот тенге. Ну что ж, друзья, мы несколько шагов от финала. Камил, как вы думаете, кто будет в финале? Даже не знаю. И Сажан, как вы думаете? А, ну мы уже в финале. Вы будете? Мы уже в финале. Вы уже в финале, хорошо. Отличная фраза прозвучала. Как думаете вы, Анель? Я буду. Вы будете, Фита? Да. Ну что ж, четвертый раунд. Тема четвертого раунда – архитектура. Итак, первый вопрос. В каком стиле построены большинство соборов Европы в средние века? Готика. Готика, верно. Известная статуя находится в Нью-Йорке и является подарком Америки от Франции. Статуя свободы. Статуя свободы, верно. Назовите падающую башню в Италии. Пизанская башня. Верно. Назовите самое известное строение инженера Густава Эйфеля. Эйфелева башня. Верно. В этом здании сейчас располагается Министерство обороны в Соединенных Штатах Америки. Белый дом. Нет. Как он называется правильно? Дом президента. Пентагон. Точно. И еще один вопрос. Одно из семи чудес света, построенное в Китае? Китайская башня. Ой, стена. Великая китайская стена. Верно. Ну что ж, друзья. Пока Евгения пересчитывает все вопросы, наш четвертый раунд завершен. А вот теперь у меня вопрос к вам, Иса-Жан. Как вы считаете, кто у нас сегодня в лидерах? Например, кто получит этот диплом и еще денежный приз к нему? Но в любом случае вы не зря пришли, потому что все заработали деньги. И вы знаете, ситуация может поменяться, потому что вы все финалисты. И мы с Евгением, съемочной группой и коллективом Торгового дома Энергия, все наши зрители аплодируют сейчас вам. И вы поаплодируете, что за вас болеют родители, одноклассники, ваши друзья. Браво, друзья. Итак, на третьем месте январских игр проекта «Энергия и удачи» у нас... Иса-Жан. Иса-Жан, мы вас поздравляем. Вы на третьем месте. Это почетная бронза. Аплодисменты Иса-Жану. На втором месте. На втором месте. Камила. Ну, интригу Евгения не дала сделать. Камилочка, вы на втором месте. Аплодисменты вам. И на первом месте пока. На первом у нас Анель. Анель. Вы. Но вы еще не победите, потому что все зависит от того, как вы ответите на вопрос. Какой конверт вы вытянете сейчас? Сегодня, 23 января. Это завершающая программа января месяц. Я перемешиваю сам. Я перемешиваю. Жень, давайте вы тоже это сделаете. Давайте. Сейчас оператор покажет наш, как мы это делаем. Перемешиваем конверты. Если вы верно ответите, вы получаете 10 тысяч тенге. И звание «Лучший» в январе в проекте «Энергия и удачи». Я к вам так веду медленно. Медленно, но уверенно. Анеля. Какой? Еще раз перемешаем. Так, так. Выбирайте. Вот этот. Этот камер. Итак, вопрос финальной игры. 23 января. Страсти накаляются, накаляются. Итак, какой же это вопрос? Что же мы подготовили? Этот мультипликационный герой родился на Луне, а потом очутился на Земле. Назовите его. Это мультипликационный герой родился на Луне, а потом учился... Очутился на Земле. Да. Отучился, очутился на Земле. Кто это? Лунтик. Вам нужна одна минута, либо нет? Нет, я уверена. В чем вы уверены? В своем ответе и в себе. Что это за ответ? Лунтик. Вы думаете, что это Лунтик? А что такое Лунтик? Расскажите нам. Молодым. А может быть, уже не молодым, не смотрящим мультики? Это такой фиолетовый персонаж. Фиолетовый? Да, из детского мультика. Ясно, интересно. Фиолетовый персонаж. Ага. Так. Но все-таки вы считаете, что это... Правильный ответ. Лунтик. Да. Вы уверены? На все сто. Ребята, как вы считаете? Это действительно так? Да. Вы видели этот мультик? Да. Женя, а что скажете вы? Что скрывает этот конверт, который вскрыла наш участник? Я тоже видела этот мультик. Однажды на Луне родился он. И имя его Анель. Антик. Имя победителя январских выпусков проекта «Энергия удачи» Анель. Ученица 64-й школы. И это действительно лунтик. Вы получаете 10 тысяч тенге. И этот диплом, который дает вам право... С одной стороны, это просто бумага. Но другое... Вас увидели тысячи людей по телевизору. Вас увидят в Ютьюбе. И ваши дети, ваши все одноклассники, друзья, я думаю, будут гордиться. Это не просто бумага, это бумага, которую вы заслужили. А еще есть бумага, которая подразумевает под собой очень великое слово. Деньги. И вы их сегодня заработали каждой. Мы вас поздравляем и вручаем этот диплом вам. Покажите, пожалуйста, всем. Наша победительница январских выпусков проекта «Энергия удачи». Мы вас поздравляем. Ребята, вам желаем успехов. Вы тоже победители. Дойти до финала – это дорогого стоит. Прекрасного вам воскресенья. Завтра 24 января. Январь уже движется к своему завершению. А мы прощаемся с вами, уважаемые зрители. Увидимся уже в феврале, где встретимся с новыми участниками из разных школ города Ак-Тюбе. И не только. Евгения, спасибо вам за игру. Спасибо нашей съемочной группе. И спасибо, конечно же, нашему любимому торговому дому «Энергия», который находится по адресу проспект Санкеба-Батыра, 72. Здоровья, мира и благополучия. И, конечно, дорогие друзья, берегите себя. Зима продолжается. Увидимся в феврале 2022-го. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok